Всем привет дорогие друзья, с вами Александр Провектор и это топ 10 лучших игр на андроид за апрель 2015 года, по мнению PV Reviews. Каждый месяц для вас я выбираю только лучшие игры. Ставьте лайк под видео и поехали! В десятку лучших попадает Lara Croft Relic Run от Square Enix. Стойкая и отважная Lara снова покоряет мобильную платформу, но на этот раз в виде раннера с отличной графикой, с завораживающими сценами и трюками, а главная игра упорно старается не надоест. После каждой неудачи уровни регенерируются, постоянно что-то рушится. Не забыли и о смене костюмов, но какая девушка отправится в столь опасное путешествие без большого чемодана, прокачки способностей и огнестрельного оружия. Даже в таком уже надоевшем жанре игра затягивает, дает порцию хардкора и смотрится просто великолепно. На девятом месте WWE 2K. Долгожданный рестлинг на андроид. Хорошая графика, эффектные появления бойцов, есть даже бой в клетке, мультиплеер по блютуз, создание своего рестлера, чего стоят Халк Хоган и Стинг, затаившись в не очень обширном списке бойцов. Все это звучит заманчиво и уже хочется играть, если бы и здесь не оказался подвох. Да-да, я об управлении. Оно здесь тапами и свайпами, да такими извращенными, что при выполнении захваток как будто сам Халк Хоган выкручивает игроку руки. На восьмом месте Mortal Kombat 10. Наконец-то Mortal Kombat посетил мобильную платформу, однако сразу же разочаровал тех, кто ждал от игры чего-то большего. Игра сделана по образу и подобию Injustice, тапы и свайпы, однако стоит заметить в игре хорошую графику, эффектные кровавые X-Ray, до которых еще нужно прокачаться, и Fatality, которой в игре большая редкость. Обширный список бойцов, из которых стоит отметить несколько второстепенных, которых воткнули непонятно для чего, а остальные привычные нам бойцы с нереально заломленной ценой. В целом мы получили отличный тайм-киллер, но никак не ожидаемый всеми файтинг. Все же это вселенная Mortal Kombat, за что уже можно сказать спасибо. Седьмое место получает игра Space Marshals. На тюремном космическом корабле случается бунт, корабль выходит из строя и заключенные сбегают на ближайшую планету. Ранее осужденного маршала выпускают из-под стражи и дают задание найти и разобраться со всеми заключенными. Игра обладает отличной графикой, имеется стелс-режим, куча оружия, занятные враги и боссы, и все это в смешанной атмосфере фантастики и вестерна. Этот мир так и хочется изучать. На шестом месте Tom Prader. Классика с большим бюстом добралась и до Android. Снова Лара Крофт и полноценная первая часть оригинальной Tom Prader с тугим управлением и беспощадным хардкором. Однако поддержка геймпадов несколько сглаживает ощущение этой сенсорной неадекватности. Игра для истинных фанатов серии. Именно эта игра была первой, где в качестве главного героя выступила девушка, которая и по сей день остается одним из самых узнаваемых символов игровой индустрии. Как же в свое время это было круто и незабываемо. Ломаем пальцы и ностальгируем. На пятом месте Мэдаут. Бешеные гонки на выживание врываются на Android. Тут нам и шикарная графика, и стрельба, и жесткие аварии. Куча трасс и автомобилей, поддержка геймпадов. А главное забойный геймплей уже с первых заездов постоянно напоминает, что игра стоит внимания и конкурентов подобного жанра на данный момент попросту нет. Игра со стажем пятилетней разработки подняла планку и дает понять, что не все разработчики расслабились и умеют создавать качественные игры. Это одна из тех игр, в которые действительно приятно играть. На четвертом месте Lost Wism. История разворачивается внутри заброшенной психбольницы, в которой ранее происходили пытки, издевательства над пациентами и жестокие убийства. По воле случая в нее заносит полицейского, которому и придется раскрыть все тайны и выбраться из этого во всех смыслах неприятного места. Атмосферность игры зашкаливает, и придется не раз откладывать кирпичи, прячась от стрёмных обитателей в шкафчик. Да-да, это хоррор. Если вы мечтаете о профессии каменщика, эта игра для вас. В тройку лучших попадает Broken Edge. Замечательный квест с рисованной графикой и двусторонней историей. Мы будем играть либо девушкой Вэллой, которая живет в деревне, где приносят жертвы чудовищу, либо парнем по имени Шей, который живет на космическом корабле, не парится и за него все делает искусственный интеллект. Однако такая жизнь ему наскучивает, и он решает отправиться на поиски настоящих приключений. И конечно же по ходу игры два разных героя с разной историей пересекутся. Стоит отметить английскую озвучку, участие в которой принимали известные актеры, например, Элайджа Вуд и Джек Блэк, которого еще называют именно Блэк Джек. Любителям хороших квестов с неповторимой атмосферой игра определенно придется по вкусу. Второе место получает Implosion Never Lose Hope. Земля подверглась нападению неизвестной формы жизни, и выжившие улетают на другую планету в надежде на спасение. Через 20 лет после инцидента снова появилась угроза вымирания. Люди решают вернуться с более развитой технологией суперкостюма будущего и вернуть свой дом. Игра обладает интересным сюжетом, потрясающей графикой, красивыми видеороликами, шикарной музыкой, над микшированием которой работал звукооператор трилогии Властелина Колец. Качественная английская озвучка и полное отсутствие доната. В целом получаем удовольствие и чувствуем полноценность. Вот она, достойная игра, за которой приятно провести вечер. На первом почетном месте оказывается DuckTales Remastered. Утиные истории от Disney выходят на Android. И не просто очередная красивая игра, а полноценный ремейк первой части DuckTales с платформы NES, где когда-то многие потратили кучу часов в своей жизни. Игра предлагает обновленную графику, сравнимую разве что с мультфильмом, шикарную озвучку, доработанную ретро-музыку, а главное это все та же самая игра, с теми же героями, уровнями и врагами. Однако есть и приятные нововведения. Добавлены новые уровни, более глубоко раскрывающие сюжет. Выбор уровня сложности. Да-да, на Dendy такой роскоши не было, и приходилось немало попотеть, чтобы пройти очередной уровень. Теперь в игру могут поиграть не только бывалые хардкорщики, но и новички. Disney очень порадовали и попали в десятку, не забыв об одной из самых популярных игр прошлых лет. И то, что ее возродили в это время, дает представление о хороших играх подрастающему поколению. Ну а тем, кто ее проходил в прошлом, могу лишь сказать, ностальгируем и пускаем слезу. Как-никак, игра бесценного детства. Итак, мы подвели итог по десятке лучших игр за апрель, и ждем, что же принесет нам май 2015 года. Играйте только в лучшее. А с вами был Александр Провектор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok